Приветствую вас, давайте попробуем вместе подумать о том, чем вызвана агрессия, особенно если она выражается только лишь при знакомстве с людьми, являющимися знакомыми ваших друзей. Поскольку с незнакомыми людьми у вас все в порядке, как я понял, то критерии здесь такие. С незнакомыми людьми у вас нет какой-либо заинтересованности, а со знакомыми друзей эта заинтересованность есть. К друзьям вы относитесь хорошо, они вам дороги, вы для них тоже дороги, и вы ими дорожите. И когда эти друзья знакомят вас со своими знакомыми, вероятнее всего вы испытываете ревность. Вы ревнуете своих друзей к этим знакомым, потому что боитесь, что эти знакомые окажутся лучше вас. И вам неприятно осознание того, что вы для своих друзей не являетесь единственным. То есть, конечно, само по себе абстрактное представление о том, что так и есть у вас, имеется. То есть вы понимаете, что у ваших друзей есть еще какие-то знакомые, это вы все знаете. Но это происходит как бы не с вами. Это происходит где-то далеко. А когда вы с этим сталкиваетесь, вам это неприятно, именно потому что вы ревнуете. Если это так, и если агрессия действительно происходит на почве ревности, то нужно понять, почему вы ревнуете. Ревность всегда чувство немножечко эгоистичное, ревность всегда это следствие неуверенности в себе, ревность всегда это сомнение в себе. А раз так, что есть какие-то аспекты в вас самой, которые вам не нравятся, которые вы считаете слабостью в свои слабые места, и из-за которых вы боитесь, ваши друзья предпочтут вас, предпочтут своих знакомых вам. Соответственно, нужно эти слабые места выявить и подумать, как эти слабые места купировать, либо их не показывать вообще, чем-то заменить, либо превратить из слабых мест в сильные места. Такое тоже можно сделать. Зависит от вас, других причин агрессии, если честно, я не вижу. Мне кажется, что если бы вы испытывали агрессию перед любыми людьми, в том числе и незнакомыми, то тогда можно было говорить, например, о вашей тотальной неуверенности в себе. Но поскольку вы реагируете так только на знакомых и друзей, то, соответственно, здесь просто-напросто вступает конфликт, ваши личные интересы и, возможно, интересы других людей. Я думаю, что предмет этих интересов, содержательная сторона этих интересов, это ваши друзья, которых вы боитесь потерять. И главный вопрос, на который вам нужно ответить, это вопрос, почему вы боитесь потерять своих друзей, почему вы в них сомневаетесь, и почему вы сомневаетесь в себе. Независимо от ответа на эти вопросы, то есть сам по себе ответ на этот вопрос, обозначен слабые места, обозначен ориентиры, в которых вам нужно двигаться для того, чтобы купировать негативные моменты и решить проблему. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует...